богатые так не выглядят короче в общем там мужские кабинки а женские напротив другой стороне ничего мама сегодня щедрая там пропасть 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 сейчас я размешаю добавлю сюда еще пармезан я придет а я не бенни-мэни кукареку представляете ёжик лошадка доброе мои хорошие я только что выехала оттуда смотрите какая там километровые очереди чтобы въехать в город вот я не завидую тем людям я сейчас я жалко я раньше камеру не включила бы бы увидели это движение они съезжают с моста вот оттуда станженциале и все едут туда а там пробки конкретные хорошо что я уже назад едут никита отвезла еду через рисовые поля в своей синьоре домой освежитель воздуха машины это я все поехала солнце встает рассвет если на весь меня слышно вы потому что я еду по каким дорогам снова париться в поля у нас чистое небо сегодня солнечная погода и сядет туман не сядет посмотрим и видно что ими ими сел на поля эти скушенные колосья риса они они ей у них такой о non-cones пароведь ки мои хорошей чаю-чаю она наконец-то я смогла включить камеру если у меня как белка в колесе и сегодня у сеньора пробыла 5 часов представляете проработала но не сколько там работа на работа конечно тоже ну сколько караулюте её потому что ей в последнее время плохо стало, хуже, и ой, я сегодня пробыла там 5 часов с 8 до часу, потом в час прибежала домой, посидела немножко, посмотрела «Давай поженимся», по-моему, называется передача, да, «Давай поженимся». Сегодня такая скандальная передача была. Старушка-американка приехала, блин, вся такая богатая и богатая, ну такая, как, как не знаю, как она выглядит, богатая и так не выглядит, короче. В общем, ладно, я не про это. Посмотрела эту передачу, как раз пока смотрела эту передачу, развесила белье на сушку, передача закончилась, пошла сразу, душ приняла, потому что волосы у меня снова никакие были, а еще погода у нас такая, когда туман, это очень сыро, а когда нет тумана, конечно, хорошо, солнечно, ну а где туман, там и солнечно, то солнечно, то туманно у нас вот так вот меняется погода, и надо было волосы помыть, вот. Чтобы, как говорится, более-менее нормальные были во время тумана, потому что если немножко грязные волосы, когда туман, волосы потом как сопля становятся, как будто как корова облизала. В общем, приехала за Никитой, сейчас он выйдет со школы, и мы потом поедем в наш торговый центр, потому что сегодня черная пятница, по всему миру, как вы знаете. А Никите как раз джинсы нужны. Ой, сейчас, подожди, я отъеду. Вот, Никите нужны джинсы новые, и я говорю, подожди, а я как раз увидела, что в ОВС большой выбор джинсов мужских. Там я как раз ему рубашку хотела найти, но не могла найти, потому что малый выбор был, а именно штаны, джинсы, очень много там всего. Я говорю, Никита, сегодня поедем, можно выключить машину, сегодня поедем обязательно, потому что сегодня скидки там, ну, конечно, не сильно большие скидки, 20% только, но все равно, хоть какие-никакие, но поедем, ну, что-то действительно большой выбор джинсов. Вот, раньше, вот сколько я Никиту раньше говорила, Никита, переходи уже на джинсы, ты же растешь, потому что постоянно в этих типа спортивных штанов всяких, таких теплых, таких вот шароварах, короче, он любил ходить, чтобы, чтобы карманы на змейке застегивали, все такое, вот. Он не хотел джинсы, не хотел даже мерить, а сейчас он уже растет, ему уже 15 лет, и он уже сам говорит, хочу идти по джинсам. Так что пойдем, будем шоппинговаться сегодня. Сейчас включаю свой телефон, там есть много новых видео на ютубе, блогеров, которых я смотрю, так что включаю телефон, я взяла с собой яблоко, погрызть, и жду Никиту. Блин, смотрю, как празднует день рождения Александра Кондоровского, и в то же время смотрел в зеркало заднего видения, то у меня такое зеркало, оно не заляпано, оно не грязно, какие-то потеки, какие-то ручейки, не знаю, пойти что ли вытереть, и не могу отвлечься, так нравится этот блогер. Постоянно его смотрю, сейчас по невыдержанию, как праздну смотрю. Вот хочу вам показать, у нас только-только было солнце, и сейчас солнца нет, потому что туман, небо практически не видно, видите, какая там пелена. Но здесь в городе еще ничего, вот у нас за городом, где мы живем, там вообще мы ежики точно. Яблоко съела, теперь можно и губа немножко пооткрасить. Такая итальянская сладость. Такая вот сладкая. Сладкая парочка. Так, быстренько намазала, намазала. Слушайте голос чей. Смотрю Лилю. Я забыла сказать. А нет, не забыла. Ой, смотрите, что творится. Впереди туман, сзади туман. Вот сейчас мы поедем, жду Никиту. Видите, ребята начали выходить, значит, сейчас Никита придет и поедем. Помните, я недавно мальчика показывала, что он смешно ходит. Я поняла, в чем проблем, почему он так смешно ходит. Потому что он на пятки не наступает, обратите внимание. Вот он, когда при ходьбе, на пятки не наступает. Вот он, поэтому у него такая смешная походка. О, Никита мой идет. Смотрите, что у нас там творится. Туманный Альбион отдыхает. Кто-то мне посигналил? Никого нет вроде. Да. Вот это да. Огни еще не включили. Сейчас прикупим джинсы Никите. И потом в Макдональд заедем. Что, Никита забыл с собой деньги взять в школу? Я не забыл, я не хотел. А, ты не хотел? Понятно. Что Никита не обедал в школе, а он сегодня вышел со школы в 3.20. Поздно. И получается парень без обеда. Так что сначала джинсы, а потом Макдональдс. Будет у него полдник. А вот вчера только говорила, что вчера только готовили вот эти будки, а сегодня уже продают. Видите? Всякие подделки. Паларчики рождественские. Людей много в Черную пятницу. Обычно в Пандоре почти никого нет. Смотрите, там сколько народу. В Пандоре. 20% скидки. Вовь, есть тоже 20% скидки. Вот мы туда идем. И здесь 20%. Вот видите, уже продают. Вчера ничего не продавали, сегодня уже начали в Черную пятницу продавать всякие штучки. Но я быстро прохожу, потому что у нас времени нет. Здесь 50% скидки. в Казаново. Не видно, сколько процентов. Вот он весь, 20%. Ну пошли джинсы искать. Иди синистра сюда, Никита. Туда дальше, авантин. Так, 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 так. Ищем джинсы. Наверное, дальше. А, вон там джинсы, Никита, вот там. Здесь джинсы. Вон джинсы. Вон, смотри, сколько джинсов много. Вон, выбирай. На любой вкус. Хочешь с дырками, хочешь без дырок. Смотри. Я сегодня в юбке, сапожках. Я в женский отдел не иду, потому что мне надо Никите помочь. Так бы я вам показала бы, что там из женской одежды, новинки. Хорошие такие вещи. 16,99. И потом 20% скидка. Надо посчитать, сколько будет. Никита пошел сам мерить, а мне нельзя смотреть. Ну, пусть он сам посмотрит, чтобы в глаз, чтобы самое главное ему шло и по длине, и пояс тоже. Он вообще не хотел мерить. Я еле-еле его уговорил. Он хотел без мерки взять. Мужики. Там мужские кабинки, а женские напротив, в другой стороне. Пока стоим, ждем. Смотрите, какую я заставку на телефон себе. Сегодня с утра выбрала. Тут еще и снеговик есть. Хочешь полюбоваться любовь со снеговиком. Там домик какой-то. Мне нравится, когда Новый год и снег вообще. Я прям балдю. Пока Никита не вышел из кабинки, могу погулять, посмотреть, что тут у женского. Петерочки. Водолазочки. О, хорошенькая водолазка. Беренькая. Почем они? Можешь себе водолазку возьмут? 4,99. 20% скидка. Люблю водолазки. Посмотрим свитера с горловиной. И такие тоже свитера с горловиной люблю. Пальтишко такое. 89,99. Куртки. Симпатичный свитерок. 29,99. Но не забывайте, что сегодня 20% скидка на все. А, это кофты теплые, домашние. Мне это не надо. Что-то я свитера с горловиной не люблю. А вот с горловиной. Но мне такие не нравятся, которые висячие. Ладно. Не буду тебя покупать. Пойду, а то меня Никита потеряет сейчас. Выйдет. А меня нет. Очки солнечные до лета. Господи, испугалась. Ты чего не пугаешь? Вообще, я считаю, что черную пьяницу могли бы хотя бы 50% скидку сделать, да? Потому что 20% это очень мало. Это очень мало, конечно. Никита ходит еще выбирать. Выбрал он себе такие черные джинсы. Хотел черные. Хорошо, подошли ему. Ну все, Никита, с покупками тебя. Мы должны были заплатить 45 евро. А заплатили 35 евро. 45 с копейками, а заплатили 35 с копейками. А я сегодня в пролете в черную пятницу, потому что Никите нужны были покупками. А с Никитой ходить по магазинам это невозможно. Мне надо самой ходить просто-напросто. Но сегодня я уже никуда не поеду. Мы сейчас в Макдональдс и домой. 20 на сегодня. Даже в Сваровске 150% скидка, а обовес только 20. Но они сказали, что эта скидка продержится до воскресенья. А нафиг мне до воскресенья, если я туда больше не попаду. Что, сразу не могли сделать 50% в эту пятницу? И все. Люди пошли бы и купили. По шопинговались везде, где надо. Я так смотрю, ни один Никитов так поздно обедает. Тут полный зал людей обедающих. Наверное, кто еще не пообедал до сих пор. А время уже пятый час, наверное. Вы смотрите, взрослая женщина. Она, наверное, с меня возрастом даже старше. И вот с такой вот стрижкой в поле. И она не одна такая. Тут ноги такие с такими стрижками в поле странными. Думаю, что это красиво. Ну, для них главное красиво. Ой-ой-ой-ой. Белынь-белом. Белынь-белом. Смотрите. Еще похлечет туман. И прям пар сорта такой. Лампочки еще не включили. Никита сегодня пошопинглся. Хорошо. Почти 50, да? Получается почти 50 евро. Там без копеек каких-то. В общем, 35 евро ОВС. И потом Макдональдс там 12 с чем-то. Вот так вот. Что для ребенка не сделаешь. Ничего. Мама сегодня щедрая. Так, остановилась, чтобы включить камеру, показать вам. Смотрите. Мы въехали в наши рисовые поля. Только выехали из города. Вот сейчас здесь надо ехать медленно, потому что бывают некоторые придурки, которые не включают огни сигнальные. ну, именно фары. Надо включать сюда фары. И самое главное, чтобы, как говорится, увидеть, если где-то машина будет ехать навстречу. Представляете, какой у нас тут вот едет машина. С одним фаром, с одной фарой, но уже хорошо. О, а там пропасть. 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 Уже фонари горят наверху. Да, вот это да. Ну, в принципе, у нас бывало и похлеще. Бывало, что даже вот этот дом напротив еле-еле было видно. Но сейчас он хорошо виден. Вот это туманище. Вот это туманный альбион у нас. Это вам не хухры-бухры. Это север Италии. Рисовые поля. Ну, не только рисовые поля. Где есть реки, тоже там такой туман стоит. Какая темнота. Наши попугайчики сидят на яйцах. Как всегда. Как всегда. Да, неплохо видно. Это вам не хухры-мухры сказала я себе. Посмотрела, сколько время. У меня лук закончился. Надо записать, что надо купить еще лук. Чипо. Чипо для... Вот помните у нас сказка Чиполина. Лук Чиполина это значит лук чиполан. Так. Сколько времени надо кровь, износу, быстро. Это даже не переоделось, представляете. Только хвостик сделала. Ну как, только наверх кинула сумку. Вот. Даже все погас до сих пор, представляете. Побежала на кухню быстро котлеты сделать. Потому что я фарш разморозила еще позавчера. Вот. И до сих пор не было времени котлеты сделать. Думаю, ну сейчас может быть успею. Может быть успею. Сколько же можно ждать эти котлеты. Потому что бедный фарш. Кстати, спасибо вам всем огромное, мои хорошие, за ваши добрые слова. Вот. Я, наверное, сама себя накрутила просто. Спасибо вам, что вы есть, что вы пишете, что вы смотрите. Так, лук сейчас перекручу. Хлебушек мягкий сейчас замочу в молоке. Замочу. Жалко, у меня нет зукини. Ничего страшного. Одну картошку все равно брошу. здесь у меня еще картошка осталась. А вдруг у меня картошка закончилась. По-моему, у меня картошка закончилась. Сейчас посмотрю на балконе. Вот так. Хозяюшка, блин. Ни лук, не... Хорошо, хоть лук, блин, есть. Ни кабачка, ни картошки. Будь без кабачка, будь без картошки. Ничего страшного. Главное, фарш есть для котлет. Ну и лук тоже. Молоко есть еще. Молоко постоянно... Когда мы делаем большие покупки, всегда набираем молока 6-7 литров таких вот, чтобы, как говорится, на неделю хватило. Вот мой фарш. Так, руки я помыла, молодец. Сейчас хлеб смочем, и туда же кину. фарш выкину в миску. Мне написали... Я вчера вечером так за... так испугалась. Мне вчера вечером написали, что попугаем... Я прочла комментарий, что попугаем, которые высиживают яйца, несут яйца, высиживают, им надо особое кормление. Вот, им нужно вареное яйцо, им нужно еще морковка, яблоки, вот, ну, в общем, фрукты, кальций. Сейчас. Я так переполошилась, думаю, ну, все. А уже поздно, вечер куда уже, они уже темно, куда им кушать. Вот. И я думаю, ну, завтра с утра сделаю эту смесь. Я сразу начала читать информации, как они высиживают, потом, как они вылупляются. Боже, я уже такая умная, она чуть попугайчиком стала. Вот. И, а потом, стоп, это же мне наши пишут, русские, это же на русских сайтах вся эта информация, а мы же в Италии живем. Пойду-ка я почитаю в их кормах, что содержится в их кормах. И я начала, что в их корме содержится все необходимое для, как говорится, не только для роста попугая, ну и для, ой, ах, как больно, ну и для размножения, что там есть и яйцо вареное, что там есть и фрукты, и овощи, и все там есть. Вот. И даже вот я смотрю, наша попугая, девочка, она себе несет яйца, несет, но она нормально себя чувствует, хорошо. В общем, дай бог, труп-фу. Так. Картошки нет, только лук и хлеб. Сейчас перемогу. Разрешаю сваршину. Вот так вот. Никита сейчас там наверху лопает Макдональдс. Пошел к себе на еду кушать. Вон, посолила, поперчила, и еще соду погасила сюда. Я люблю, когда котлеты делают, я люблю гасить воду тоже. Они получаются пышненькими такие. Сейчас я размешаю, добавлю сюда еще пармезан. Я посмотрю, надо будет ли или нет это самое. Вот лук, видите, не прокрутился, убираю его. Надо ли добавить яйцо, посмотрим. Это и так мягенькие такие котлетки. Ну, в принципе, яйцо не помешает. Крупный лук я всегда убираю, который плохо прокрутился, потому что, чтобы он, как говорится, не чувствовался сильно на зубах. Беру так весь этот фарш. И так, мяк. Не знаю, зачем, просто мне нравится. А смотрите, даже вот он с таким мягким становится и однородной консистенцией, вот когда я так обшмякиваю. Прикольно. Значит, надо все-таки. Так, все, хватит. Слышали я музыку, слушаю? Слышали, конечно, слышали. Вот у меня, так лучше, нет. Вот у меня всегда, почему-то, я когда все равно уставшая, целый день забеганная, туда-сюда, туда-сюда, мне отдохнувшая. И потом к вечеру вот буквально стоит мне немножко расслабиться. Мой мозг расслабляется, но даже я что-то делаю, мой мозг расслабляется и я могу заблокироваться. Вот до сих пор у меня блокировки остались. Но кто меня давно знает, прячу, прячу свет, лампу прячу, кто меня давно знает, что знает, что у меня, что я хожу, что я на учете у невролога, что у меня бывают такие изредка блокирования речи, именно речи. Так, я все делаю, все думаю, все правильно. Единственное, что у меня бывают такие вот еще до сих пор, остаются короткие блокировки речи. Вы знаете, меня музыка спасает. Вообще, я включаю музыку. Вот сейчас включила первого итальянского певца, вы слышали песню, она мне очень нравится, ностальгия прямо. Вот я тащусь по ностальгическим этим всяким певцам, как итальянским песням, такие по нашим. И вот мне вот этот Дима Маликов тоже так помогает, именно помогает забыться. Потому что, когда у меня начинается блокировка, я чувствую как бы вот нервозность, чувствую как будто вот как что-то волнуйское, волнение какое-то. Вот я включаю вот эти вот ностальгические песни, я отвлекаюсь, понимаете? Вот у меня все это проходит сразу, и сразу я как будто просыпаюсь просто-напросто, как будто бац и свет включили. Вот выключился свет, вот бац и свет включили. Вот так вот. Что это? Не знаю, вот даже вот неврологи не могут понять, почему, от чего. Я уже говорила, я, наверное, единственная в мире, которая страдает вот этой проблемой, понимаете? Что никто не может понять, что у меня. Я все анализы делала, эхоэнцефалограмма и МРТ, все я делала, все нормально, все у меня в норме, а вот бац, блокировки речи. Хочу сказать и прям и не могу выговорить. И вот когда приходит ко мне вот это, я чувствую вот это состояние, я чувствую, что я сказать не могу. Вот сейчас кто-то придет, а я ни Бенни-Мэни-Кукарюку, представляете? Вот прям чувствую вот это состояние. И вот музыка мне помогает расслабляться. Хорошо. Боже мой, котлеты, как наркотик, для меня всегда. Особенно вот мои котлеты, когда я делаю. Не знаю, почему они у меня так вкусно получаются, наверное, потому что я делаю, как моя невестка Гагаузка делала. Ну вот для меня вот наркотик, шоколад, наркотик, я не могу остановиться. И котлеты, наркотик тоже не могу остановиться. Могу их есть и есть и есть без конца, без ничего, прямо вот так вот один за другим. Представляете? Очень вкусно. свет включим. Ну все, я успела, представляете? Я такая шустро успела. Они уже у меня тушатся на маленьком огне. У нас почти полшестого я успела. Как раз за час протушиться, сделаем картошку, пюре и все. Наконец-то я могу расслабиться и действительно уже пойду, сапоги себя сниму и вообще переоденусь. А у нас вечер и до сих пор, смотрите, что творится. Там города не видно. Даже соседние улицы не видно. Вот эта улица видна, а там за домом уже та улица не видно. Вот и вот эта улица тоже видна. У нас вечер. Ёжик, лошадка. Хе-хе-хе.